Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу пригласить вас на свой тренинг по бесплатному шаблону Кассиопия на Joomla 4. Тот шаблон, который встроен в Joomla. Но давайте сначала поговорим об этом. Это специфичный видеокурс только для тех, кто любит Кассиопия и хочет простой и легкий шаблон, бесплатный, использовать на своем сайте. Зачем же нам использовать этот шаблон? Ведь он очень простой, настолько, что невозможно его использовать на своих сайтах. Ведь есть куча всяких других шаблонов, но в основном платных, но зато с богатыми настройками. Я уверен, что есть часть людей, которые все равно будут использовать Кассиопия, потому что он сверхлегкий, сверхбыстрый. Почему нужно выбирать Кассиопия? Потому что это надежность. Я много раз видел, как конторы, то есть разработчики, команды разработчиков, закрываются. Вот представьте, вы годами строили сайт, настроили тысячи страниц на каком-то любимом шаблоне, а потом разработчики сменили род деятельности. В общем, на этот шаблон и вообще на все свои продукты просто отказались от них, скажем так. И что делать вам? Обновлений на шаблоны не будет, вам придется искать другой шаблон. Возможно, все перестраивают на сайте, поэтому Кассиопия это надежность. Я думаю, что разработчики Joomla 4 никуда не денутся и они на всю жизнь. То есть Joomla обновляется, Кассиопия будет всегда обновляться, и вам об этом даже не стоит переживать. Но тогда остается самый главный момент. Что же делать с настройками Кассиопия? Их нет, их совсем нет. Так вот, я нашел решение, как кастомизировать Кассиопия, добавить и внести в нее крутые опции, функции, чтобы позволить настроить цвета сайта. И куча-куча других моментов, элементов, которые просто бомбически усовершенствуют Кассиопия. Давайте сейчас взглянем на мой демо-сайт и посмотрим, какие могут быть нововведения в Кассиопия. Итак, давайте начнем смотреть сверху. Шапка сайта. Можно делать прозрачный, вот там, где черная область. Можно залить картинкой. Можно вообще убрать прозрачность на ноль, чтобы задний фон, например, этот баннер, был на весь экран. Менюшка, пункты меню, при наведении, можно сделать так, чтобы затемнялся экран, в данном случае здесь это не сделано. Верхний бар, дополнительно добавить, например, с телефоном, который при прокрутке страницы, видите, залипает, настроить ему цвет прозрачность. Социальные кнопки, это все не дополнительные плагины, да? То есть это все дополнительные опции Кассиопия. Прилипающие кнопки «Поделиться в социальных сетях» можно вывести до нескольких штук. Здесь я вывел только две. И будет плюс, по которому человек увидит, где можно поделиться еще, 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 еще. Поделиться этим сайтом в соцсетях. Дальше. При обновлении страницы, обращаем внимание, анимация. Мы можем добавлять на любой контент анимацию. Вот вы видите, сейчас анимация вот здесь срабатывает из центра. Типографические кнопки, но это просто бутстрап-кнопки, которые в Кассиопия и так есть. О них я не говорю. Вот этот сам баннер, который есть в демо Кассиопия, возможность его расширять на всю высоту экрана. Делать уровень прозрачности, цвет прозрачности, оверлей наложения на картинку. Дальше. Сзади. Либо заливка, либо, смотрите, я зафиксировал фон. Видите, сзади. Бэкграунд зафиксированный. Менять цвета всем моментом. Вот этим вот, да? То есть акцентный цвет, вы видите. Закругленные углы или прямые углы у всех блоков, модулей в одном месте меняется. Подвал. Заливать цветом, заливать картинкой на ваше усмотрение также можно. Очень хочется показать вам мобильный макет. Мобильное меню Off Canvas вне холста. Дальше. При прокрутке, залипающий внизу только на мобильных устройствах контакты, по клику пальцем, по которым можно сразу телефон привязать, WhatsApp, написать на почту Skype. Причем Skype интересно устроен. Один раз нажимаете и не просто перебрасывает в Skype, а сразу идет звонок в Skype. Но можно, допустим, Skype не вставлять. Кастомная страница ошибки 404. Страница не найдена. Также добавляйте анимацию. Видите, как красиво можно оформить страницу 404. Одно из самых таких, вроде мелких, но серьезных проблем, с которыми мне писали многие мои зрители, что в кассе P.O. они могут установить иконку в фавиконку. Здесь вы загружаете любое изображение. Вот вы видите, моя иконка загружена просто на раз. Без каких-то либо проблем. Фавиконка будет отображаться. Также будет возможно в кассе P.O. всплывающее окно в углу сайта. Информация о куке. Вот вы это сейчас видите. Достое, всплывающее окно с вашей информацией. Вот вы сейчас это видите. Немножко заглянем за кулисы, так сказать, под капот. Настройка типографики. Настройка цветов. Вы сами это видите. Разных элементов сайта. Настройка нижнего колонтиту. Как я уже говорил, загрузить картинку. Баннер, если используете с большой картинкой, можно тонко настроить. Верхнюю панель и многие другие моменты. Ссылка с более подробным описанием я оставлю под этим видео. Я вас приглашаю на этот тренинг. И увидимся с вами уже в видеокурсе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...